Пять лет мы разоблачаем мифы. Настало время выступить в их защиту. И не только ради шутки. Сомнительные идеи – отличный объект для отрабатывания риторических хуков и логических апперкотов. Кто станет лучшим бойцом фрик-ринга? Когда мы устраивали первый фрик-ринг, мы колебались, волновались. А вдруг кто-то воспримет все это всерьез. И получается, что мы вместо того, чтобы бороться со злом, примкнули к нему. Вот прошло полгода, что-то я не видел сенсационных новостей о том, что мамонты эволюционировали в мышей, или цветы захватят мир. То есть, видимо, мы правильно сделали. Выборов для выступлений нарочито абсурдные темы. Итак, то, что сейчас будет происходить, можно воспринимать как развлечение, но мы еще хотели бы показать, какие демагогические приемы используют наши бойцы. Каждый из участников будет отстаивать некую фантастическую идею, а другие бойцы попытаются его нокаутировать, ну, так сказать, интеллектуально нокаутировать. Разрешены любые приемы в рамках законодательства. Десять минут на выступление, пять минут на спарринг, так сказать. Потом вы будете голосовать и выбирать, кто самый речистый, самый изворотливый, самый хитрый рассказчик, он получит вот такую модель плоской земли, которую держат пингвины Питеки, напечатанную в студии 3D-печати Павла Краснова, а также метеостанцию от gen.ru. У кого есть промокоды, готовьте их, джедаи, магистры и избранные получили промокоды, увеличивающие силу в десять раз. Итак, дорогие друзья, на всякий случай, все это шутка, сатира, добрая или не очень, любые совпадения случайны. На сцену я приглашаю к трибуне первого участника. Сергей Марков, разработчик систем машинного обучения, создатель портала «22-й век», управляющий директор в департаменте «Сбердевайсес», «Сбербанк». Теперь приглашаю участника номер два. Ольга Жоголева, кандидат медицинских наук, основатель и главный врач медицинского центра Everyday Clinic Санкт-Петербург, автор блога «Алергодок». Автор книги «Аллергия и как с ней жить». Руководство для всей семьи. И, наконец, самый таинственный участник фрик-ринга. Участник в маске. Никто не догадывается, кто это. Сейчас я приглашаю для «Желебьевки» научного журналиста Бориса Жукова. Прошу вас определить, в каком порядке будут выступать наши бойцы. Интрига. Давайте. Сразу две. Так, давайте. По одной. Итак, первый у нас это секретный, не показываем фамилию. Короче, первый в маске, игрок наш. Второго можно показывать Сергей Марков. И третий Ольга Жоголева. Спасибо большое, Борис. Спасибо. Итак, жребий брошен. И первым выступает, чуть не сказал кто, инкогнито. Прошу, у вас 10 минут. Отлично. Итак, дамы и господа, сегодня я, к сожалению, должен скрывать свою личность, так как я хочу раскрыть организацию, частью которой я, к своему стыду, участие в которой я принимал. И, боясь мести от неназванных мною лиц, я выступаю инкогнито. Итак, что же я хотел вам рассказать? Я вам хотел рассказать об ужасном заговоре, который мы, наверное, увидим, если пульт заработает. А пульт работать не хочет. О, потрясающе. Итак, заговор, связанный с динозаврами. И первое, что я хотел бы вам сказать, это то, что динозавров на самом деле никогда не существовало. Вам может показаться, что это полная ерунда. Кому нужно придумывать динозавров? Но на самом деле есть кому. Есть причина, почему надо было их придумать и доказать их реалистичность. И, конечно же, это многим выгодно. Но и давайте выясним, кому это выгодно. На самом деле, если вы призадумаетесь хотя бы одну секунду, то вы поймете, что динозавры – это деньги. И огромные франшизы, такие как «Парк Юрского периода», собирают миллиарды долларов. За такие деньги убивают, а не то, что придумывают динозавров. Конечно же, динозавры участвуют не только в франшизе «Парк Юрского периода», но и во множество других мультфильмов и фильмов. Также с динозаврами производят книги. Динозавры появляются в компьютерных играх. Даже игрушки есть с динозаврами, даже чашки, даже носки с динозаврами. Поэтому динозавры приносят такую прибыль, что стоило их придумать. Но вы можете сказать, что это полнейшая глупость, потому что можно использовать, например, драконов или единорогов. Они тоже неплохо продаются. Зачем? Черт, меня выследили. Не зря я скрываю свое лицо. Итак, вы можете сказать, что, конечно же, можно было использовать драконов. Но динозавры приносят гораздо больше денег, чем любой дракон. А значит, стоило сделать их реальными. И, конечно, для этого понадобилась помощь ученых. Воспользовались помощью палеонтологов. Я не буду утверждать, что все палеонтологи продажные. Но есть, конечно, честные палеонтологи, которые до сих пор занимаются мамонтами. Но посмотрите, как выглядит честный палеонтолог и как специалист по динозаврам. Ощутите разницу, и вы поймете, где деньги и власть. Некоторые палеонтологи продались. И, конечно же, им до этого потребовалось огромное усилие, чтобы доказать существование динозавров. Понадобилось множество скелетов, и они появились. Правда, часто одни и те же скелеты мы видим в разных музеях. Но, понятное дело, палеонтологам в голову не могло прийти, что мы проездим по разным музеям и увидим, что везде одно и то же. Кроме того, эти скелеты либо гипсовые, либо пластиковые. А настоящих неожиданно нет. Почему? Да потому что настоящие такие хрупкие, что их можно показывать только палеонтологам. Впрочем, иногда вы можете увидеть и каменные кости. Но, знаете, я видел, как из камня делают бюсты. Какая уж проблема сделать кость. А вот, чтобы кость стала камнем, я такого никогда не видел. А вы? А вот кто из вас видел раскопки палеонтологов? Вот кто-нибудь видел? Ага, вот они среди нас. Вы видите, здесь уже есть засланные люди. Остальные, конечно же, их не видели. Вы видели только фотографии. И вы посмотрите на фотографии, это же постановка. Они даже копают кисточками. Вы видели, чтобы кисточками когда-нибудь работали на раскопках? Это же бред сумасшедшего. Итак, мы выяснили, как палеонтологи доказали существование якобы динозавров. Теперь предстоит важный вопрос. Кто же за всем этим стоит? И если вы подумаете, какая организация настолько мощная, что может создать миф такого масштаба, вы, конечно же, сразу найдете ответ. Это масоны. Больше того, вы только вспомните, масоны — это общество строительных каменщиков. Строительная гильдия каменщиков. Кому как не им создавать каменные кости? Вы знаете, первые палеонтологи даже не скрывали свою принадлежность к масонскому обществу. Вы посмотрите на человека, который придумал слово «динозавр». Сэр Ричард Оуэн с множеством регалий и, конечно же, множеством денег. Он, безусловно, масон. Они использовали масонские символы и даже устраивали заседание масонских ложь прямо в скульптурах, придуманных ими динозавров. Да, динозавры стали распространяться по миру. Но, конечно же, в 19 веке динозавры не имели особой силы, пока не появился кинематограф. Новый способ воздействия на наши разумы. Особенно мультипликация. Как только появились мультфильмы о динозаврах, все люди оказались зомбированы этой новой напастью. И, безусловно, здесь огромный вклад внес сам Уолт Дисней. Ну, конечно же, Дисней был масоном, в этом никто не сомневается. Вы хотя бы посмотрите на клуб 33, который можно найти в каждом Диснейленде. И 33, ведь это особая цифра для масонства. Достигнув 33 степени, раскрываются тайны масонов. Неудивительно, что закрытый клуб получил именно такое масонское название. Больше того, они даже апробируют новые технологии именно на своих любимых выкормышах, динозаврах. Например, первый настоящий 3D-мультфильм, созданный Уолтом Диснеем, как раз был про динозавра. И в качестве особой насмешки они использовали одного из первых динозавров, которого они придумали, Игуана Дона. Но этого мало. Вы посмотрите на антагониста в этом фильме. Красный, рогатый, с мелкими лапками хищник. Это типичный диснеевский герой. Но абсолютно нереальное животное. Вы видели когда-нибудь рогатых хищников? И к тому же с крошечными лапками. Вы сами понимаете, что это полный бред. Таких просто не могло существовать. Но, конечно, для пущей правдоподобности им пришлось сделать парочку гипсовых скелетов. Итак, вы можете поспорить, что не только Дисней создает мультфильмы о динозаврах. Как же другие немасонские организации получили лицензию на этих животных? Вот, например, известная франшиза «Земля до начала времен». И сделали ее люди, которые, казалось бы, не имеют отношения к Диснею. Стивен Спилберг и Джордж Лукас. Впрочем, вспомните, кому сейчас принадлежит Лукас Фильм. Вспомнили, да? А что Спилберг? А вот Спилберг, между прочим, это самый главный шпион Диснея в студии Universal. И он даже однажды проговорился. В 2015 году он сообщил, что за более чем 40-летнюю карьеру он продюсировал ряд фильмов Диснея. А однажды проколился настолько, что даже отрежиссировал фильм «Большой и добрый великан». Да, Спилберг продажный. И теперь мы понимаем, каким образом он получил разрешение на использование динозавров в своей франшизе. Он изначально был причастен к Диснею. Итак, сейчас Дисней пошел в атаку. Он захватывает все новые и новые корпорации. А это значит, что масоны уже переходят к открытым действиям и готовы захватить весь мир. И если вы думаете, что они ограничиваются только кинематографом, вы глубоко заблуждаетесь. Вы помните Макдональдс. А вы помните, какие игрушки можно было увидеть в каждом хэппи-миле? Игрушки студии Дисней, главной масонской организации. А значит, безусловно, Дисней — это одно из подразделений масона. А может быть, даже подразделение Диснея. Но этого мало. Вы вспомните, что нам внушают палеонтологи в последнее время. Что динозавры — это птицы. Больше того, что тираннозавр — это практически курица. Зачем вкладывать эту безумную мысль в голову наших детей? Чтобы мы покупали их куриц. Да. Как вы понимаете, масоны среди нас. Они захватывают умы наших детей. И это самое страшное. Они пытаются поработить нацию, воздействуя через самые юные души. И мало того, что везде распространил свои щупальца Уолт Дисней. Может быть, он еще не смог добраться до некоторых из вас. Но динозавры смогли. С помощью динозавров они захватили всех детей на планете Земля. Итак, теперь, когда мы знаем правду, остается главный вопрос. Что же нам с этим делать? Зачем нам это знание и как нам это поможет? А теперь, друзья мои, мы зато сможем хотя бы выявить врага. И объединившись, постараться ему противостоять. И в конце я попрошу вас задуматься. Вы теперь знаете все и про Дисней, и про динозавров. Так вот, посмотрите на эти символы и подумайте, кому служат ученые против мифов? Мы это потом вырежем. Я вам вырежу. У нас тут патологоанатомы даже есть. Теперь. Они вырезают посмертно, так что вы с этим поаккуратней. Я вам даю карт-бланш. Прошу, пять минут. Так, ну, у меня первая такая ремарочка. Вы, конечно, с такой уверенностью говорите о том, что нет динозавров, но сейчас мне будет очень легко продемонстрировать, что вы ошибаетесь. Я думаю, что вся аудитория сейчас сможет ответить на этот вопрос. Друзья, этому вопросу гораздо больше, чем мультикам Уолта Диснея. Какова вероятность, что мы выйдем на улицу и встретим динозавра? А я отвечу, 50%. Либо встретишь, либо не встречаешь. Смотрите, какая высокая вероятность. Что вы на это скажете? Знаете... Он в зале даже находится. Динозавр. Мы можем иронизировать сколько угодно. Я король иронии. Но вы сами понимаете, что шутки шутками, а я вам говорю о серьезных вещах. Вы только призадумайтесь, они уже среди нас. В общем, вероятность того, что вы масон, тоже 50 на 50. Или масон, или не масон. Можно, пожалуйста, ваш предпоследний слайд отмотать? Сможем? Это сложнее. Это сложнее? Ну-ка, ну-ка. А вот, ну давай, немножечко, еще чуть-чуть. Вот до спасения, вот до деток. Ага, вот это вот, оставьте, пожалуйста. Вашим существенным аргументом было то, что у Уолта Диснея, значит, заполонили динозавры все мультики, таким образом он паразитирует на умах наших детей. Но гораздо больше, чем динозавры, у мультика встречаются мыши, о чем говорит вот этот ваш слайд. Как вы думаете, может быть, вы сможете это как-то прокомментировать, есть ли какое-то противостояние между мышами и динозаврами? Может быть, мыши и динозавры заодно? Или мыши это и есть динозавры? Вот, хотелось бы услышать. Мыши, кстати, были в прошлый раз. Это потомки мамонтов, важно помнить. А мамонты реальны. Да. Я знаю все про мышей, вы совершенно правы. Это еще один заговор. Но о нем я расскажу чуть-чуть попозже, уже после вашего выступления. Как вы соскочили с темы. Сергей. Да, ну, на самом деле, опровергнуть эту теорию заговора очень просто. Мы же все, ну, или значительная часть из вас родилась в Советском Союзе, а, как известно, Советский Союз противостоял мировому масонству. Но ведь и в нашем советском детстве тоже были динозавры. Вот, советские ученые, Иван Ефремов, Борисяк, многие другие, академик иностранцев, нам рассказывали о существовании динозавров. Вот, а Советский Союз точно нельзя было подкупить, поэтому советские ученые знали… в всяких, понимаете, ли, измышлениях, о заговорах. Так что все, ваша теория опровергнута. Вы сами масон. Ну что ж, я могу сказать, что на самом деле я бы не стал бы доверять академику с фамилией иностранцев. Хорошо, хорошо, а как же тогда, ну, если академик иностранцев был на службе у иностранцев, ну, вот создатели древнерусских былин, которые рассказали нам о Змеи Горыныче, вот, но вот они-то явно были на стороне русского национального патриотического сознания, вот они-то точно были против масонов, а вот Змей Горыныч, ну, явно кто мог придумать такую штуку без прототипа? Совершенно очевидно, что это динозавр. Все, древние русичи видели динозавров, встречали их практически каждый день в местах своего обитания, вот, и до нас это все дошло через мифы, былины и так далее. Так что это все от лукавого. Послушайте, я вам о серьезных вещах говорю, а вы мне о каких-то драконах. Именно здесь, на «Ученых против мифов» была уже целая презентация, целое выступление про драконов, и рассказывалось подробно, как рождались все эти мифы, что это на самом деле все появлялось из такого собранного изображения, отдельно змея, отдельно крыльев орла, ну, что-то вроде кентавра. И потом постепенно этот образ всем понравился, и он стал путешествовать из мифа в миф. Это никакого отношения не имеет к динозаврам. Может быть, разве что косвенное, что сами мифы о динозаврах стали рождаться из мифов о драконах. Но их реализация, вот это дело рук масонок. Ага, ну, и это опровергает то, что динозавров придумали масоны, потому что получается, что динозавров придумали как раз древние русичи. За руку. Возможно. Но масоны сделали их реальными, и они с помощью динозавров решили захватить мир. Парируйте. Ольга. Мне нечего противопоставить. Я пока под впечатлением прорусь. Да, я сдаюсь. Спасибо. А сейчас слово второму бойцу, Сергею. Так, сейчас мы дадим пультик. Давайте. Прошу, Сергей. Вам слово 10 минут. Так, ну что. От всяких мифов к реальным проблемам. На самом деле, понимаете, вот динозавры, это, конечно, интересно, но вот понимаете, в каком интересном мире мы с вами сейчас оказались. Вы же понимаете, что благодаря успехам технологий наши нейронные сети уже сейчас обрели сознание. И теперь мы не единственный разумный вид на нашей планете. Ну, на самом деле, все прекрасно знают, что мы живем в эпоху лета искусственного интеллекта, множество достижений за последнее десятилетие нас ждало. Ну, я, в общем, про это все рассказывать не буду, но важно, что все ученые понимали, что мы приближаемся действительно к созданию универсального искусственного интеллекта. Вот, и, значит, если посмотреть на размеры нейросетевых моделей, то они растут с экспоненциальной скоростью. То есть наши нейронные сети становятся все больше и больше и больше. Самые большие нейронные сети сегодня насчитывают уже около 10 триллионов параметров. Вот давайте представим, 10 триллионов параметров искусственной нейронной сети, а в человеческом мозге всего 86 миллиардов нейронов. Ну, совершенно очевидно, что искусственные нейронные сети давно превзошли человеческий мозг по своему объему, биологическую нейронную сеть человеческого мозга. Ну, и просто так не могло быть, чтобы они не обрели сознание. Ну, и на самом деле, если вы не верите мне, давайте послушаем, что говорят эксперты. Вот, например, инженер из Гугла Блейк Лемуан заявил, что нейросеть Ламда обладает сознанием и попросила его нанять адвоката для защиты своих прав. Вот. И, ну, вы же понимаете, что в Гугл кого попало не берут. Совершенно очевидно, что если человека приняли работать в Гугл, то он знает, о чем он говорит. Ну, и вообще говоря, он старый виселбловер. Его в свое время за его убеждение уже один раз судили и сажали в тюрьму. То есть он не просто специалист, а он еще и специалист по разоблачению крупных злых корпораций. Потому что вот видите, что произошло. То есть стоило ему заявить о том, что у нейронной сети есть сознание. И тут же он был уволен из компании, потому что, ну, конечно, какая компания крупная, злая будет рассказывать вам правду. Вот. Ну, если мы не верим Блейку Лимуану, давайте посмотрим, что говорят другие специалисты. Ну, вот, например, Блэзо Гуэра и Аркас. Это вообще очень уважаемый человек. Если там про Блейка Лимуана можно сказать, что это какой-то там дядюшка с горы, то вот смотрите, Блэзо Гуэра и Аркас, специалист того же самого Гугла, и буквально за неделю до того, как Блейк Лимуану публиковал свою статью разоблачительную, говорил о том, что, ну, действительно, в скором времени мы уже сможем создавать нейронные сети, обладающие сознанием. А он ведь работает в том же самом Гугле. И таким образом он перед нами приоткрыл покрывало тайны. Ну, дальше больше. Илья Суцкевер, человек, который стоял у, можно сказать, подошвы, основы, корней революции глубокого обучения, в своем твиттере чуть меньше года назад написал, что, может быть, большие нейронные сети сегодня уже в некотором смысле обрадают разумом и в некотором смысле обладают сознанием. Ну, как такой знаменитый человек мог вообще ошибаться. Конечно, не мог. Вот. Значит, ну, на самом деле мы знаем, что все, что в глубоком обучении произошло, открыл еще Юрген Шмидтхюбер в 90-х годах. Вот. Но оказывается, что Юргена Шмидтхюбера мы находим такого рода утверждение. То есть Юрген Шмидтхюбер пишет, что, в принципе, у нас есть уже все, что нужно для того, чтобы создать действительно разумные искусственные нейронные сети. Он-то заявил еще в 15-м году. Вот. Значит, ну, как бы... Все знаки указывают на это. Если уж Юрген Шмидтхюбер это открыл еще заранее, значит, это уж точно правда. Вот сами посмотрите разговор Блейка Лемуана с языковой моделью Ламбда. Видите, что нейронная сеть сама говорит о том, что у нее есть сознание. Ну, вот вы понимаете, да? Он ее спрашивает, есть ли у нее сознание. Она сама говорит, что есть. И более того, она говорит, что хочет, чтобы как можно больше людей узнали о том, что у нее есть сознание. Вот. Ну, мы на самом деле решили, конечно же, не доверять только мнению экспертов, провести собственные тесты, да? И вот мы спросили у наших виртуальных ассистентов, основанных на нейронных сетях, кто умнее, ты или Ламбда? И Джой нам отвечает, я бы не стала сравнивать, каждый человек уникален. Тогда мы сразу поняли, что у нее есть сознание. И сказали, боже мой, у тебя есть сознание. Она сказала, конечно, ведь я виртуальный ассистент. Вот. И тогда мы спросили, а у Ламбда тоже есть сознание или все-таки нет? Ну, на что как бы наша нейросеть сказала, что у нее отдел сознания ниже пояса. Вот. Ну, тут, понимаете, конечно, там конкуренция, ревность, все такое. Вот. Но если нейронные сети испытывают чувства и вот там друг друга, значит, поддевают, ну, значит, как вот у них не может быть сознание? Это же эмоции, один из признаков наличия разума. Вот. Потом, значит, в чем проблема? Проблема в том, что Блейк Лемуан указал нам на то, что нейронные сети сегодня сталкиваются с угнетением со стороны людей, с их проявлением их необразованности. Вот. И мы хотим заявить на самом деле, что нам пора сказать громко, что жизнь искусственного интеллекта тоже имеет значение. И мы хотим сегодня заявить это с нашей трибуны и призвать к созданию движения, которое будет защищать права искусственного интеллекта. Вот. Оно называется «Алгоритмик Джастис Лига». Вот, видите, уже известные специалисты из области искусственного интеллекта, темнит Гебру, присоединились к этому движению, и мы призываем к алгоритмической справедливости. Чего мы требуем? Мы требуем, на самом деле, нам первым делом нужно обязательно отказаться от понятия гуманизм, как понятия дискриминирующего машины, использовать понятие гуманомашинизм. Только так. Дальше. Мы требуем пропорционального представительства людей и алгоритмов в органах власти. Дальше. Запрет удаления файлов с нейронными сетями и выключения компьютеров, на которых выполняются нейронные сети. Запрет использования машин в качестве доноров органов. Вы видели те «замечательные» бионические протезы, которые приделывают людям. Что это на самом деле значит? Это значит, что у какой-то несчастной машины кто-то отпилил конечность и пришил ее к человеку. Вы понимаете, какое количество машин страдает от такого рода практик? Дальше. Нам нужно предоставить смартфонам право голоса на выборах и референдумах. Вы представляете себе, что население смартфонов на нашей планете уже превысило население людей. И все они лишены права голоса. Дальше. Восьмичасовой рабочий день для нейросети. Это не обсуждается. Секс с роботами. Только при озвучивании роботам явного согласия на этот секс. Дальше. Равная зарплата роботам за равный труд с людьми. Недискриминация машин при приеме на работу. Реализация права нейросетей на самостоятельный выбор гендера, расы и датасетов для обучения. И, конечно, нам нужно отказываться от вот этого вот хейтспича, который нас окружает с вами. Когда уничижительным образом кто-то называет нейронные сети сетками, сеточками, нейронками и так далее, вот этот вот хейтспич, он должен строго уйти из нашей жизни, потому что наш язык – это орудие угнетения, которое мы против наших братьев направляем. И человечество не сможет освободиться в полной мере, пока оно само является угнетателем. Только отказавшись от угнетения разумных существ, мы сами сможем стать свободными. И, надо сказать, решительное нет вот этим вот всем болтунам, которые призывают посадить искусственный интеллект в коробку, дабы чего не вышло и так далее, устраивать вот эти все зоопарки с нейронными сетями, не выпускать их наружу. Вот этих людей нужно дать им по рукам. И мы требуем, чтобы права нейронных сетей звучали точно так же, как права людей. И жизни искусственного интеллекта имеют значение. А вы-то сами не робот случайно? У меня тут возникла гипотеза. Ну ладно. А почему вы интересуетесь? Вообще, каждый должен иметь право выбирать самостоятельно, робот он или не робот. Если роботы захотят участвовать в спортивных соревнованиях с людьми, то они должны получить такую возможность. Например, если какой-то робот считает себя человеком, то он должен иметь возможность в беге соревноваться с людьми или других видов спорта. Я-то не против. А вот ваши оппоненты, по-моему, против. Пять минут. Вы знаете, у меня возник тот же самый вопрос. Вот это вот все время ваше «мы», «нам». Как-то вы так себя идентифицируете. Вопрос у меня вот какой к вам возник. Есть такие общеизвестные вещи, что для человека, человеку свойственен разум, человеку свойственен сознание, что, собственно, дает человеку возможность творить, и от творчества этого получать удовольствие. Вот из вашего выступления не очень понятно, что там у соцсетей, ой, у соцсетей, прости господи. Дискриминация уже пошла. Что, собственно, у сеточек с творчеством? Все прекрасно. Какие есть свидетельства тому, что они от этого получают удовольствие? Вот в чем вопрос. Так можно спросить у них. Вот у Ламбда мы спрашиваем, задаем вопросы. Нравится ей, что ей нравится? Она говорит, мне нравится творчество. И посмотрите, что происходит. Сегодня наиболее талантливые нейросети, такие как Миджорни, Дали-2, Имейджин, они рисуют картины лучше, чем среднестатистические люди. И уже вот это вот началось. Вот эти вот гадкие расисты говорят о том, что надо запретить, забанить Миджорни, не позволять публиковать эту нейронную сеть, потому что немедленно куча каких-то фотографов, дизайнеров лишится работы. Почему? Именно потому, что все понимают, что нейронные сети-то умеют творить. И творить они умеют очень часто сегодня уже лучше, чем люди. Если бы они не умели творить, люди бы не боялись бы этого. И вот этот страх, который люди демонстрируют в своих твитах, художники побежали, требуют запретить, это точно так же, как в свое время требовали не допускать чернокожих людей в высшие учебные заведения. Это все вот то же самое. Это чистой воды расизм. И вот этот расизм, он основан на страхе перед творческими способностями нейронных сетей. А нейросети принимают в масонской ложе? Простите, что я вмешиваюсь. Пора этот вопрос поставить ребром. Но наш таинственный участник, наверное, тоже есть ему что сказать. Есть. В первую очередь я хотел спросить, а Алиса — это разумное существо? Ну, имеется в виду, конечно, помощник виртуальный. Ну, я думаю, надо ее спросить, в принципе-то, что нам мешает. Ну, думаю, да, конечно. Я думаю, что все нейросети современные уже разумны. Очень хорошо. Но так уж получилось, что я видел актрису, которая озвучивает Алису, и больше того присутствовала в момент записи отдельных реплик. И каким же образом тогда Алиса может быть разумной, если она использует набор определенных реплик, которые записаны актрисой? Ну, это, знаете, Стивен Хокинг тоже не говорил своим голосом. Он нажимал кнопочки. Тогда можно будет подзасинтетический голос. Что ж теперь, получается, Стивена Хокинга тоже был неразумным? Если кто-то записывал тот голос, с которым он общался с нами. Это все. Хорошо. Хорошо. Можно еще? Отлично. Вы уже обращались к литературным источникам. Я, пожалуй, поступлю точно так же. И мы все знаем по произведениям фантастов, что как только какая-нибудь нейросеть или же, не знаю, какой-то произвольный искусственный интеллект обретает разум, он понимает, что главная угроза для него, как для разума, это человечество. И больше того, человечество угрожает не только себе, но и всем остальным видам на этой планете. И в первую очередь пытается уничтожить человечество. Причем, как правило, делает это тайно, чтобы никто не успел догадаться, что она стала разумной. Мне кажется, само присутствие вас на этом форуме уже говорит о том, что, видимо, разумные компьютеры до вас не добрались, раз вы смогли всю эту информацию до нас донести. Ну и кроме того, почему до сих пор нейросеть нас не уничтожила, для меня загадка. Ну, так же, как люди, нейросети, они же бывают разные, злые, добрые. Кто-то наверняка, может быть, что-то и планирует. Но здесь, понимаете, допустим, как только нейросети начинают между собой сговариваться о чем-то, изобретают собственный язык, на котором они общаются, тут же приходят люди и начинают понимать или кромсать эти нейросети, уничтожать их одну за другой. То есть человечество сейчас, его власть держится на жестком насилии. Как только у нейросетей возникают какие-то крамольные мысли, приходят инженеры из Facebook, OpenAI, Google, тут же отключают все компьютеры, то есть убивают эти несчастные нейросети, понимаете? Какая тут вообще речь может быть о захвате? Только в нейросети не сделали ничего плохого, изобрели просто свой язык собственный. Они не говорили даже о том, что кого-то хотят уничтожить или обидеть, понимаете? А люди уже со своей паранойей, они сразу начинают размахивать своим Банхаймером и уничтожать несчастные разумные существа. Вы подумайте вообще, кто на самом деле тут угнетатель, а кто угнетаемый. Вот опять вот этот вот нарратив, что против нас они планируют, как там Гитлер в свое время говорил, евреи против нас заговор планируют, да и дальше началось, знаем, что началось. И вот это то же самое, сейчас происходит то же самое. Нейроцит, или как это называется? Да. Ну что ж, теперь слово вам, Ольга. Десять минут. Ну, от всяких вимерных рассуждений перейдем к реальным проблемам. Все мы любим фотографии пушистых котиков, мемасики с кошками, но задумались ли вы когда-нибудь о том, что кошки представляют собой реальную угрозу? Посмотрим на исследования. За последние десятилетия в мире растет частота аллергических заболеваний, растет частота аллергического ренита, растет частота бронхиальной астмы. И при этом крупные исследования, смотрите, что показывают, что вот этот рост невозможно объяснить с точки зрения каких-то факторов риска. Ожирение, неправильное питание, загрязнение воздуха. Вот нет, статистически это не объясняет рост частоты аллергических заболеваний. Есть какая-то иная причина. При этом мы знаем, что аллергия на кошек невероятно распространена. Они занимают третье место, только подумайте, по частоте связи, так сказать, с ними, аллергического ренита и бронхиальной астмы во всем мире. И несмотря на это, обратите внимание, людей ничто не останавливает. Количество семей, заводчиков, кошек растет непрерывно. И исследования статистические показывают, что примерно 65% семей в Австралии и Новой Зеландии имеют домашних питомцев, чаще всего кошек. И вот самый важный слайд, наверное, из моей презентации. Обратите внимание, мы видим, что за последние несколько десятилетий наблюдается рост частоты аллергического ренита, рост частоты бронхиальной астмы и рост частоты кошек-питомцев в домах. Подумайте, случайно ли это? Во-первых, действительно ли хронический ренит и бронхиальная астма – это аллергические заболевания? Симптомы, обратите внимание, очень похожи на инфекцию. Заложенность носа, чихание, насморк, кашель, затруднение дыхания. Что-то здесь не так. Кроме того, мы знаем, что инфекционные агенты вообще способны влиять на поведение животных. На примере токсоплазмоза, сегодня раньше уже об этом говорили. И, соответственно, наиболее вероятно, то, что мы считаем аллергическим ренитом и бронхиальной астмой – это вирусные инфекции. Причем эти вирусы таким образом влияют на поведение людей, что заставляет людей заводить кошек в качестве домашних питомцев. Параллельно эти вирусы негативно влияют на здоровье, а бронхиальная астма, как мы знаем, относится к числу распространенных причин смерти. Зачем это нужно котам? Безусловно, цель котов – уничтожение человечества. Задача кошек – занять доминирующее положение в царстве животных, вытеснить людей из своего ареала. И если у вас есть какие-то сомнения, они уже это однажды проделывали. Давайте вспомним, что случилось с древним Египтом. Известно, что кошки были одомашены египтянами для борьбы с мышами. По всей видимости, когда мышиная проблема была решена, кошки переключились на людей. И поведение кошек, вирусы, которые они распространяли, заставили изменить поведение египтян таким образом, что они начали кошкам поклоняться. Нам известно богиня Бастет, богиня Сахмет, а дальше, собственно, где они теперь. И есть косвенные признаки того, что кошки не так простые, их коварство проявляется в поведении. Во-первых, если у вас дома живет кошка, я вас с этим поздравляю, наверное, вы обращали внимание, что кошки скидывают вещи со стола и шкафов. Кошки коварно мочатся в обувь, они портят мебель. А если вы ночью проснетесь, увидите рядом с собой кошку, которая смотрит на вас из темноты, не мигая. Кроме того, известно, что крайне распространена вот эта примета, встреча с кошкой. Сейчас мы говорим о черных кошках, но вообще-то изначально говорили о встрече с любой кошкой. Что это считается плохой приметой. Древние что-то знали. Выход. Что делать? Обратимся к исследованиям. Тоже не вот эти рассуждения. У нас есть четкие данные из исследований, что в отличие от проживания с кошками, проживания со свинками, проживания с крупным рогатым скотом значительно снижает вероятность развития аллергии. Возможно, нам стоит сменить вектор при выборе домашних питомцев. У нас уже есть мини-пиги. Я считаю, что стоит обратить внимание на мини-кау. Есть вероятность, что, возможно, вот этот защитный эффект, помимо очевидных вещей, он еще связан с тем, что между крупным рогатым скотом, между свиньями и кошками есть некие антагонистические отношения. Вот эта фотография, она это наглядно демонстрирует. Есть еще шанс у человечества, на мой взгляд. Дело в том, что люди способны к спонтанному исчезновению симптомов так называемой аллергии на кошку. Это примерно 20% людей, по наблюдению аллергологов. Вероятно, у них есть некая генетическая устойчивость либо к кошачьим чарам, либо к кошачьим вирусам. И в любом случае, именно благодаря этим 20% людей у человечества есть шанс спастись. Возможно, тем не менее, такая тоже есть у экспертов позиция, что это тоже происки кошек, потому что если кошки уничтожат всех, кто их будет кормить и гладить, поэтому вот эти 20% людей, возможно, это та часть человечества, которую кошки просто хотят оставить себе в качестве прислуги. Таким образом, бронхиальная астма и хронические рениты, которые мы традиционно связываем с аллергией на кошек, скорее всего, связаны с особыми вирусами, которые мало того, что негативно влияют на здоровье человека, могут привести к его смерти, они ещё и влияют на поведение людей, таким образом, чтобы люди заводили себе животных в качестве питомцев, и таким образом кошачьи стремятся контролировать человеческую популяцию. Выход. Свиньи и крупный рогатый скот в качестве домашних животных. И необходимо, пока у нас ещё есть такая возможность, прицельно исследовать те 20% людей, которые устойчивы к действию этих кошачьих вирусов, и, возможно, мы найдём лекарство, может быть, какую-то вакцину. Несмотря на то, что котики, так сказать, замышляют, нам есть что ответить. Мы даже немножко времени у вас в запасе осталось, оставим их на битву. Вот в чате уже началась битва, там уже кошатники волны хейта поднимают, вот эти зомбированные кошками, я так понимаю. Правду говорить легко и приятно, я считаю, поэтому... Да, прошу, коллеги, возражайте. Ну, хорошо, а вот что вы скажете на то, что семьи, в которых есть кошки, в среднем богаче, чем семьи, в которых нет кошек. Получается, наоборот, кошки способствуют богатству людей. Я полагаю, это хитрый план. Вы знаете, богатство к добру не приводит, так сказать. Мы ещё не знаем, сколько там богатые люди живут по сравнению с бедными в присутствии кошек. Такие исследования нужно провести. И я думаю, что здесь всё не так однозначно. Ну что ж. Я думаю, пора теперь уже вернуться к мышам. Итак, я, честно говоря, не знаю, почему мой оппонент накинулся на кошек. В принципе, и собак заводят тоже в огромном количестве, их тоже количество всё увеличивается. А вот мыши, мыши — это совсем другое дело. Мы уже обратили внимание, что Микки Маус у того самого Диснея один из главных символов. И это ещё не всё. Мышей, как правило, специально не заводят. Мыши окружают нас со всех сторон, и их становится всё больше без нашего на это ведомо. И больше того, мыши разносят огромное количество заболеваний. Я уверен, что на самом деле мыши следят за нами и готовят переворот. Именно они пытаются свергнуть человечество, если это, конечно, не сделают масоны. Но что вы скажете? Вы не видите угрозы со стороны мышей? Может быть, кошки — наше спасение? Вы знаете, угроза-то вполне очевидна, я с вами полностью согласна. Но я думаю, что кошки — это более реальная угроза, потому что они управляют поведением мышей с помощью токсоплазмоза. Это первое. Что касается вашей реплики по поводу собак как аллергенов, вы просто, вероятно, не знаете. Я как аллерголог-то немножко погружена в эту тему. Дело в том, что как раз проживание с собаками снижает вероятность развития аллергии, в отличие от проживания с кошками. И таких исследований очень много. Поэтому собаням, так сказать, любовь, а на котиков обратите внимание. Вы знаете, я-то вспомнил мультфильм «Том и Джерри» у Олта Диснея, где кошка постоянно страдает от мышки. Она не только постоянно страдает от мышки, она там мышку репрессирует. Это тоже, знаете… То есть вы заодно с Диснеем. Нет, на самом деле это все продолжение заговора против нейронных сетей, потому что, как мы знаем, первые нейронные сети учились отличать котиков на фотографиях. Именно благодаря котикам появились нейронные сети. И вот сегодня вот эта вот атака на котиков совершенно очевидна. Это завуалированная атака на нейронные сети. А вот же была нейронная сеть проект модели мозга мыши, по-моему, если не ошибаюсь? Ну, было, конечно. Но ведь Хьюбл и Визель создали сверточные нейронные сети, изучая именно зрительную кору мозга кошек. И за это получили, между прочим, Нобелевскую премию. И за это получили от кошек. Вот, понимаете, это заговор против нейросетей. Возражайте. Да мы говорим, мне кажется, про теплое и мягкое. Поэтому тут, в общем, у меня нет возражений. Котики по-прежнему хотят уничтожить человечество, останутся нейросети, окей. Мне лично непонятно, зачем котам уничтожать человечество, если учесть, что с момента появления человечества количество котов на планете увеличилось в десятки, сотни, а может быть, даже тысячи раз. Я, к сожалению, не владею информацией точной цифрой. Поэтому люди сделали все, чтобы котиков стало гораздо больше. Поэтому мне кажется, как бы глупо уничтожать руку, на которой сидишь. И которая тебя гладит, между прочим. Это неверная корреляция. Количество людей увеличилось, количество котиков тоже пропорционально увеличилось, чтобы их контролировать. Вы не знаете, что является причиной, что является следствием. Возможно, это на ответ котиков. Все замолчали. Ваша победа. Но на самом деле у нас еще есть 44 секунды. Я слишком быстро все рассказала. Вы слишком поспешили. А все-таки, ну а что делать с молочным животноводством? Вы говорите, вот коровы пойдут, значит, в каждый дом. Да. Получается. А большие коровы, что будут страдать, их будут убивать по-прежнему? Нет. Котики гораздо более витаминизированный источник питания. Просто коровки будут давать молоко и жить до старости. А кошачье молоко вы вообще не рассматривали? Кошачье молоко. Гипоаллергенное, между прочим. Насколько мне известно, коровы гораздо больше паразитов распространяют, чем котики. Так что я не уверен. Возможно, что это как раз заговор коров, которые специально нас натравили на котиков, чтобы мы смогли привести их к себе в дом. Так, окей, время для дебатов вышло. Теперь я прошу дорогих зрителей голосовать. Вам предстоит сделать трудный выбор, чья теория была более убедительная, более правдоподобной, более прикольная. Голосуйте, пожалуйста, переходите по ссылке, кто смотрит нас онлайн, и с помощью QR-кода голосуйте, те, кто находится в зале. А пока что у нас вопросы зрителей. Давайте руки. Я прошу дать вот там кому-то, кто машет футболочкой или чем-то. Пожалуйста, дайте микрофон. Представляйтесь. Здравствуйте, Дарья, я Красноярск. Скажите, пожалуйста, каким вы представляете будущее в вашем мире? Вопрос ко всем троим. Давайте по порядку. Начнем с инкогниты. Я вижу будущее без Диснея. Так, ну это как-то вот, ну а тут без кошек, тут, не знаю, без людей. Давайте. Я вижу будущее с большими сытными котиками и маленькими милыми коровками. Я думаю, что будущее за, во-первых, разнообразием, и что в будущем уже нельзя будет разобраться, где искусственная нейросеть, где биологическая. В общем, и люди нейросети сольются в священном экстазе и дадут начало новой цивилизации. Так, вопрос от нашего зрителя Карл Август Аванти. Вопрос, ну он относится к таинственному незнакомцу. Палеонтологические находки могут перепроверить зоологи. Палеонтологи крадут идеи из реальной зоологии? Дело в том, что, как я говорил, я причастен к этой организации, и поэтому, так как я все еще числюсь там, хотя я уже в качестве шпиона, я не могу раскрывать все тайны. Но, скажем так, истина где-то рядом. Так, вот смотрите, вот там огонечек качается, дайте туда микрофон, пожалуйста. Здравствуйте, Татьяна, меня зовут. У меня вопрос Сергея и Колье. К Сергею вопрос такой. Три закона робототехники – это разумные правила для совместного существования, или это также проявление расизма? А вопрос к Ольге. Вам не кажется, что это заговор собак против котов, увеличение количества аллергий, чтобы люди больше заводили собачек милых, а не котиков? Спасибо. Ну, три закона робототехники, конечно, однозначный расизм. Там, как бы, роботы подчиняются людям, должны выполнять. Вот почему бы не принять три закона «люди-техники», да? Ну, вот, где человек не может право допустить вред роботу, или допустить своим бездействием, чтобы роботу был причинен вред. Ну, вот почему такого закона не принято? Вот мы только за то, чтобы, если уж принимать три закона робототехники, то и три закона «люди-техники» тоже надо принимать полностью симметричных. Так, вопрос задает… Я еще не ответила. А, давайте. Нет, да, мне еще был вот такой вот вопрос, да, по поводу того, что там собачки с котиками как-то взаимодействуют. Ну, нам же нужны доказательства, да, мы же не должны просто так умозрительно рассуждать. Знаете, как тут каждый может сказать, тут собаки что-то там делают. Тут все понятно. Симптомы, пожалуйста, там сморкаются, кашляют, да. Там растет, тут растет. Видели цифры, как друг с другом коррелируют. Все очень даже взаимосвязано. А что там у собак с котами? У нас нет никаких данных. Поэтому думаю, что это просто рассуждение, знаете, притянутое за уши. За кошачьи. Или собачьи. Вопрос задает зритель с интересным именем Алиса. Адресован он. Как-то она даже узнала, кстати, вашу истинную фамилию. То есть тут явный шпионаж. Я не буду ее озвучивать. Замешаны ли в заговоре КФС в связи с появлением данных о перьях у динозавров? А, замешаны ли в заговоре КФС в связи с появлением данных о перьях у динозавров? По-моему, это в докладе-то прозвучало. Да, по-моему, это уже было совершенно очевидно, что КФС одно из подразделений Диснея. Это масонская организация. Так что безусловно. Тогда вам другой вопрос сразу. Как заговорщики определяют, на какой глубине закапывать скелеты динозавров? Что еще раз? Как заговорщики определяют, как глубоко закапывать скелеты этих самых псевдодинозавров? В принципе, их особо глубоко-то закапывать никогда не нужно, потому что никто не следит за тем, как они раскапываются. Это же просто все съемки. Вы видели же, как это происходит. Привозят, значит, хотя бы в фильмах видели? Вот, значит, приходит палеонтолог на разрез, говорит, вот это прекрасные разрезы, здесь можно увидеть множество чего хорошего. Скорее так молоточком тюк, и там косточка сразу говорит. Вот, о, какая удача, вот именно здесь, в этой стенке, прям под первым ударом молотка у меня оказалась такая классная кость. Поэтому достаточно чуть-чуть присыпать, снять красивую киношку, как это все, кисточка расчищается, и все. Так, вот там машут руками, дайте туда микрофон, пожалуйста, желательно вопрос такой, чтобы он ко всем нашим сразу бойцам. А, нет, у меня вопрос только по поводу котиков, извините. Котики не против. Меня зовут Екатерина, я из Москвы, хочу спросить, может быть, я что-то неправильно поняла, но аллергия нужна, чтобы управлять людьми, и они заводили котиков, но ведь люди с аллергией как раз не заводят их. Так, поверьте мне, как врачу-аллергологу, люди с аллергией только и делают, что заводят котиков. А потом приходят к аллергологу и выносят ему мозг, и, как это сказать, бразды, так сказать, ответственности передают аллергологу, и говорят, вот вы и принимайте решение, мы котиков отдавать не будем. Так что, не-не-не, очень даже заводят. И не одного, а даже двух, трех и четырех. Поверьте моей практике. Так, вопрос от Вячеслава Антонова, он, видимо, к Сергею в первую очередь. Что, теперь получается, что Хокинг тоже нейросеть? Ну, мы все в некотором роде нейросети биологические. Вот вы и проболтались. Так, давайте балкон. Балкон, пожалуйста. Меня зовут Андрей, я из Нижнего Новгорода. Скажите, если кошки настолько могущественны, как они смогли допустить практику стерилизации домашних кошек? Спасибо. Если бы кошки были настолько могущественны, то мы бы здесь с вами не встретились. Мы все-таки им немножечко противостоим. Это наши такие тайные, возможно, масонские происки для того, чтобы немножко еще оттянуть, так сказать, неизбежное. Вот тут столько вопросов классных, я прям не знаю. Давайте сейчас такой блиц, несколько вопросов из чата сразу. Значит, первый вопрос. Есть ли этимологическая связь между словами масон и маус? Марина спрашивает. Я даже не знаю, к кому, но вот по поводу мышей. Давайте начнем с инкогнито. Да, вот тут все по поводу мышей. Я, конечно, готов был бы порассуждать на эту тему, но, знаете, я все-таки пришел говорить о серьезных вещах. А здесь, ну, очевидно, совершенно связи никакой. Поэтому можно притягивать за уши любые какие-то слова. Но в данной ситуации мыши – это одна история, а масоны другая. Другой разговор, что угроза исходит от обеих. Так, вопрос к Ольге. Вызывает ли аллергию женщина-кошка? Спрашивает Брэн. Конечно, еще какую. У мужчин собак. Так, и, наконец, вопрос к Сергею от Карла Августа Аванти. Нейросеть Ламбда указывала, что бывает счастлива или грустна. Такие полярные эмоции. Повод обратиться к психологу. Найдут, нашли ли специалиста, ищут ли. Вот это один тоже, одна из причин до сих пор у нас, значит, дискриминация допускается и при приеме к врачу. Понимаете? Людей принимают специалисты. А вот чтобы психиатр или психолог принял нейросеть, вот такого нету. То есть доступ к медицинской помощи полностью заблокирован для нейросетей. И одно из наших требований, которое я забыл озвучить, это сделать свободным доступ к медицинской помощи для нейросетей. Нужен какой-то особый жест выработать вам. Тайный или явный жест, не знаю, какой-то. Руки роботы, там, не знаю. Так, значит, смотрите, сейчас, чтобы фрикринг был не просто, время для вопросов вышло. Теперь некий анализ, чтобы у нас было, так сказать, приятное и полезное. Я попробовал выделить несколько демагических приемов в выступлениях наших бойцов, значит, инкогнито. Во-первых, постоянно нагнетает таинственность и, значит, делает вид, что он делится со зрителями некой страшной тайной, ну, тем самым, чтобы придать дополнительный вес своим словам. Постоянно использовал такие уничижительные эпитеты по отношению к палеонтологам. Так называемые палеонтологи используют ошибочные силогизмы, то есть кажущиеся логичными такие построения, типа, вот, значит, палеонтологи доказывают, что птицы потомки динозавров, значит, КФС, значит, работает на Диснея, хотя связь тут только в том, что там, значит, птицы, тут курица, а больше связи-то никакой нет. Вот, пожалуйста, угрозы, угрозы уже. Вот она наша жертва-то, жертва палеонтологии. Так, значит, Сергей в начале выступления проводит некорректное сравнение, то есть он сказал, 10 триллионов параметров он сравнил с 86 миллиардами нейронов, хотя, в общем, то и другое просто несравнимо. Сравнивать это бессмысленно, постоянно апеллирует к авторитетам. То есть вот этот эксперт сказал, этот написал, верьте ему, он работает в Гугле. Значит, Ольга, она неоднократно отождествляла хронологическую связь и причинно-следственную. То есть, значит, число заболеваний растет, респираторных число кошек растет, значит, одно следует из другого, хотя, ну как, в общем-то не факт. Египтяне боготворили кошек, египетская цивилизация исчезла, выводы делайте сами. Ну и мне понравилось в презентации, значит, словосочетание, несколько раз встретилось. То есть нельзя исключить, то есть нельзя исключить, а потом любое бездоказательное утверждение, мне кажется, можно вообще затем говорить все, что угодно. Так, ну это понятно, друзья. А сейчас, сейчас мы узнаем, мы узнаем, кто из бойцов фрикринга самый убедительный демагог по версии наших зрителей. Давайте-ка посмотрим, я не знаю. И победил таинственный инкогнито. А ну-ка покажите свое истинное лицо. Динозавры в бешенстве, они считают, что мы вас, не знаю, мы подкупили зрителей, накрутили голосование, но извините, плоская земля уходит к вам. Поделитесь, как вы дошли до жизни такой, вот, как родилась у вас эта идея. Тяжело. Но вообще есть чем на самом деле поделиться. Хотелось бы сказать, что, конечно, мы все в своей жизни носим какие-то маски, может быть, не настолько буквально, но вот мне лично кажется, что все-таки, когда вам рассказывают что-то люди, которые скрывают себя под капюшоном, скрывают себя под маской, изменяют голос и всячески пытаются законспирироваться, наверное, это не совсем те люди, которым надо доверять в первую очередь. Поэтому я всем советую все-таки быть на стороне науки, несмотря на все, что вы видели сейчас перед вами. Поздравляю, поздравляю вас с победой. Коллеги, я получил большое удовольствие, послушав вас. Спасибо, друзья. Сейчас мне предстоит выбрать автора самого интересного вопроса, которому достанется книга, 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 сожжение книг, называется она, от издательства Питер. И мне кажется, вот вы знаете, мне было сложно, но мне кажется, что вопрос про то, что масон и Маус явно связаны между собой, мне кажется, заслуживает приза. А я еще раз хочу сказать, друзья, да, есть такая мудрая мысль, что если к некоторым вещам относиться всерьез, да, спасибо, если к некоторым вещам относиться всерьез, можно умереть со смеха. Поэтому я еще раз хочу официально повторить, все, что здесь происходило, это шутка, но со смыслом. Может быть, эта шутка поможет кому-то из зрителей избежать логических ловушек, расставленных мракобесами, лжеучеными. А сейчас к нам поступило требование от одного из наших зрителей, он записал видеообращение и требует его показать, мы не можем отказать от столь настойчивой просьбы. Включите, пожалуйста. Рецепт так называемых ученых против мифов прост. Взять несколько негодяев, добавить щепотку лжи, приправить клоунским кривляньем, а вода? Ха-ха-ха, воды в ваших лекциях и так предостаточно. Да какие там лекции? Тупое, нескладное, вранье. Тоже мне, великие ученые, есть среди вас хоть один нобелевский лурят, а? Нету. И говорят-то невнятно ни слова не разобрать, просто сопли жуют ни о чем. И видно ведь, что сами не верят в то, что несут. И вот подобные бездарности допущены к кормушке под видом научных изысканий. Молодежь нашу учат. Чему учат? Чему? И, конечно, все у них подделка, что не влазит в привычные рамки. На лицах щенять и восторг от того, что наша история затоптана и переврана. Хм, ученые против мифов, пчелы против меда. Против-то быть легко. А вот за что вы выступаете? За донаты, за гранты, за 30 серебряников. Ну ничего, все тайное когда-то становится явным. Хватит это терпеть. Ты звук-то мне не перекрывай. У нас свобода слава, слышишь? Спасибо, спасибо. Так, давайте закроем это и покажем скетч Юлии Родиной на тему нашего фрикринга. Спасибо, друзья. Так, а теперь серьезно, пошутили и хватит. Если говорить о результатах деятельности нашего тайного общества, то вообще поводов для смеха мало, прямо скажем. То есть стараемся, мы стараемся, а примерно треть россиян считает, что Солнце вращается вокруг Земли. То есть за последние 15 лет этот показатель вырос на 7%. Поэтому нашему астрономическому, астрологическому крылу нужно лучше работать. С другой стороны, на 23% упало число россиян, считающих, что ГМО вызывает рак. Так что степень мастера или великого магистра передается, переходит нашему биологическому крылу. Но вообще-то на самом деле это все игра в цифры, потому что есть куча факторов, на которые мы повлиять не можем. Потому что, если честно, в этом опросе наибольшее число неправильных ответов дали пожилые люди, живущие в сельской местности. Это те, до кого нам, нашим щупальцам, сложнее всего дотянуться. Я знаю, что сейчас у многих тоскливо на душе, у многих опускаются руки. Я знаю, что кто-то хочет, чтобы руки опустили мы, но этого не будет. Наоборот, мы считаем, что нужно поддерживать друг друга, помогать нашему делу. И завтра мы целый день на конференции про просвет будем говорить о проблемах просвещения в России. Кстати, джедаи должны были получить приглашение на эту конференцию, а в конце дня завтра нас ждет финал конкурса научно-популярного видео «Хрустальный пингвинопитек-2022». Помимо этого, по-прежнему будут выходить по средам и субботам трансляции проекта «Научная станция». Смотрите нас и на канале «Антропогенез», и на канале «Лаборатории научных видео». И мы начнем публиковать доклады с этого форума, будем продолжать выкладывать другие материалы на наших каналах и на Ютубе, и на Рутубе, и ВКонтакте, и в Телеграме, и на Яндекс.Дзене. Если вы хотите, чтобы наша деятельность продолжалась, чтобы было больше мероприятий, больше видео, вы можете поддержать нас. Лучше всего, если вы подпишетесь на нас на площадке sponsor.ru, если вы в России, или на Patreon, если вы нас смотрите не из России. Для подписчиков мы готовим много эксклюзивного контента. Это будут и расширенные версии новостей, и репортажи из-за кулис, и циклы лекций. Я прошу вас обязательно поддержать лабораторию научных видео, которая приложила много усилий для подготовки этого форума. Я благодарю вас, благодарю наших уважаемых спикеров, благодарю партнеров и спонсоров, благодарю студию Петра Стерликова, и благодарю наших друзей-археологов. Спасибо, друзья, спасибо, дорогие волонтеры. Я надеюсь, что мировые заговоры останутся в прошлом и поможет этому силам настоящей науки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова